Не знаю, не знаю, у меня, у меня от всего этого волоса уже на всём туловище дыбом встали уже, всё, всё, выходит, наконец, вышли на мировой уровень. Ура! Уже есть свои рокеры, шпанки, простит, простите, сейчас я посмотрю. Простите, утки? Наркоманьё? Ура! Ура в смысле караул. Но что нравится, как говорится, до колика в животе, это сегодняшние дискуссии. Чем их отвлечь? Куда их привлечь? Да чем ты эту, прости, сейчас я посмотрю, точно, вон она, уточка. Чем ты эту утку, прости, отвлечёшь? Если она за одну ночную смену больше главного инженера зарабатывает, причём в валюте, в валюте, я другое не понимаю, я не понимаю другой. Чего тюлюлюкаться? Чего тюлюлюкаться? Дядька мой говорит, что при бате... При бате... При бате... Ну, при Иосиф... В двадцать четыре часа. В двадцать четыре часа. И рокеры на мотоциклах... Гоняют по тундре оленей. Проститутки в тайге. С медведем бесплатно живут. Наркоманы руду нюхают. Только на Кольском полуострове. И нет вопросов. Всё. Нет вопросов. Дело до чего дошло. Никто ничего не боится. Никто ничего не боится. Каждый, что хочет, то и думает. Что думает, то и пишет. Фу! Всем нам было известно. Бам наша гордость. Всесоюзная. Ударная. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Что вы газеток писать стали? Непонятно, что по этому баму вообще собирались певцы. Перевозить. Чьё это собачье дело? Построили, пусть стоит. Как памятник нашу веку. Вот так всё время. Вот так всё время лезут, лезут. Лезут с лишней информацией. Как раньше было хорошо. Господи, как же хорошо было раньше. Все газеты одно и то же. В пять минут просмотрел. Всё понятно. Можно делать вот так. А теперь народ газеты скупает, на полдня выпадает из общественно бесполезного труда. И вдруг оказалось, не то строили, не тех сажали, не так руководили, не тому деток в школах учили. Отстаньте, отстаньте вы. Отстаньте! Может быть, учили плохо, зато учили только хорошему. Но же самое в мире и... Нет вопросов. И едешь, бывало, в самом бесплатном в мире автобусе. Набитым самыми... Ой! Самыми-самыми пассажирищами. Глядишь, сквозь них, на краешек самого чистого в мире неба, в душе покоя. Никаких вопросов. Раньше люди спали крепко. Спали люди крепко, головой люди не мучились. И, между прочим, между прочим, вобла была. Не ха-ха-ха, а была вобла, я говорю. А теперь газетку только с валидолом. Телевизор вообще только с нитроцикцерином. Фу! Раньше бывало по телеку. Футбол покажут, потом про любовь тракториста, потом в программе «Время» все перецелуются. Друг дружке ордена раздадут. Тебе, тебе, мне, тебе, тебе, мне, тебе, мне, 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 мне. Естественно, после этого сладко спишь. А теперь до полуночи и после бабы поют. Одежды меньше, чем на голой. Ну что, с ума сошли? А если дети увидят? Из чего тётка на самом деле состоит? Какая же после этого арифметика? Что ты ржёшь, сидишь? Я говорю, какая арифметика после этого? Здесь числитель, здесь номинатель. Всё. Это, слушай, это надо, это надо додуматься. Это ж только додуматься надо. Проспит вслух, вон он. О, советуют, как им заразиться, ты представляешь? Я с женой сразу прервал отношения на всякий случай. Уди, уди, уди от валя от меня. Всё, всё. Зачем это делать? Зачем наши крепкие семьи рушат? Ну, у меня в голове не укладывается, зачем всю эту информацию по телевизору вот именно на ночь глядя вываливают? Раньше, наоборот, перед сном успокаивали, чтобы про свои неприятности забыли, рассказывали только про ихнюю коррупцию, только про ихнюю мафию. Сразу во сне начинаешь гордиться этими нашими достижениями. Выходит, не зря боролись. Не зря боролись, раз у них дела плохи. И вдруг бац, это всё у нас. Ну, что ж, выходит, мы не хуже их жить стали, что ли? Ну, как-то надо думать, об чём народ информировать. Думать же надо. Взять этот, Чернобыльный. Раструбили по всему миру. Зачем? Значит, оттранжема. Рвануло. И никто ничего не знает. Оставшиеся в живых крепко спят. А тут панику по стороне объявили. Фрукты на рентген нюхают. Ну, зачем? Втихаря ушло бы в землю с концами, и всё. Страна большая, на всю рентген вон напасёшься. Какой рентген в облах нету, я тебе говорю. Статистику они новую выдумали какую-то. Что это за статистика? Как было раньше просто и понятно с этой статистикой. Сколько нефти, чугуна и стали на душу населения. И на душе населения. А теперь они нас складывают, они нас делят и всё время сравнивают с тем, как мы могли бы жить. И сразу дрянь получается. Главное, они всё посчитали. Сколько урожая сгнило до еды. Сколько после еды. Сколько незамужних на одного незаконнорожденного. Сколько изобретателей с их патентами превратили в импотентов. Какую потом за это пришлось сюда валюту заплатить. Кому вообще это интересно знать. Кроме врагов наших. И без этих изобретательств. И лампочки горят. И поезда ездят. А вот воблы, падлы, из-за них нету. Да, выпивали. 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 Само собой, по праздникам. Но поскольку ежедневно на работу шли, как на праздник. Набегало. Но только для того, чтобы яснее видеть светлое будущее. И многие уже начинали его видеть. Я сам два раза видал. Никогда не забуду. А зато как весело в стране было. Как было весело. Вдруг эти статистики протрезвели. И шарах. Столько-то детей чокнутых из-за вопивания. Столько-то травы в костяшках. Столько-то убытков в миллионах. Все они столбиком посчитали. Я не понимаю, кто это разрешает все публиковать. Страна большая. Детей хватит. Не хватит еще с делами. Это не вопрос. А то что? Миллионы в трубу. Так это же об чем говорили? Это говорит только об нашей мощи. Это же надо сколько за 70 лет в трубу вылетело. А живы и поем. Пам-бам-бам-бам-бам-пам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. А эти придумали какие-то тебе выборы, какие-то формулировки. Зависит от каждого, решай сам. А тогда я не понимаю, зачем правительство. Ну, я не понимаю, зачем правительство. Я считаю, пусть они думают. А мы всю жизнь выполняли их исторические решения. Вот результат перед вами. У меня ещё будет вопрос к вам, если можно, посерьёзнее только, без смеха. Вопрос такой. Вы случайно не помните, мы за что боролись? Мы боролись, чтобы не было богатых. И практически победили. А эти чего придумали какие-то? Хозрасчёты, кооперативы, вкалывай получше, получишь побольше. Всё хитро придумано. Всё придумано очень хитро. Многие начнут вкалывать, если получать больше. И получится, что те, кто вкалывал, опять будут богаче тех, кто ничего не делал. Выходит, за что боролись, на то и напоролись. А хуже от этого всем. У него денег больше, у него больше проблем. Он больше хочет. Вот когда ничего не хочешь, никаких проблем. И меня дядька так и учил. Ничего не хоти! Умрёшь весёлым. Но чтобы умереть весёлым, мало ничего не хотеть. Ничего этого вообще знать не надо. Ничего, кто это сказал, что знание и сила? Враки всё! Враки! Знание – это беда. Пока не знали, что можно по-другому жить, жили и всё. Поэтому я считаю, что только страх. В нём сила. В нём сила, понимаешь? Потому что когда... Сразу всему веришь. А без веры жить нельзя. Поэтому вы, пожалуйста, от меня отстаньте. Я вас очень прошу. Сам знать ничего не хочу. И детям не дам. Вот так. Пусть растут ясноглазые, здоровые. Всё. Их про чего не спросишь? Ничего не знают. Орлы! А если где-то что-то не так? В крайнем случае всех посадить можно. Ну, всех. Тебя, тебя, меня, всех. Страна большая. Места всем хватит. Может, тогда, наконец, хоть вопло... А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а! А-а-а! А-а! А-а! А-а-а! А-а! А-а! А-а-а! А-а-а!